Коллеги, приветствую! С вами Александр. На сегодняшнем обзоре мы разберем евро-доллар. Определим точки входа в рынок, но и также разберем условия для заработка. Хочется отметить то, что данный эфир проходил у нас 6 октября, в это воскресенье на моем канале. И соответствующий мы с подписчиками моими разобрали не только евро-доллар, но также индекс доллара, золото, серебро, биткоин, эфириум, нег, рубль. Если вам интересны побольше точек входа в рынок и вариантов, как на этом можно заработать, обязательно переходите на мои социальные сети, которые находятся в описании под данным видеороликом. Важная информация, коллеги, до 10 октября я запустил акцию на свои индивидуальные сигналы на подписка на один месяц 20% скидка. Также хочется отметить то, что если вы приобретаете большее количество месяцев, скидки будут увеличиваться. Если вам интересны подробно цены на индивидуальные сигналы, чтобы побольше заработать, то пишите мне в личку в телеграм-канал, я отправлю вам прайс, потому что у меня приобретают на полгода вперед. Так что если вы не хотите упустить свою возможность, по самым выгодным ценам приобретайте сейчас, потому что в этом году уже таких акций не будет. Так что перед началом нашего обзора подписывайтесь на канал Amarkets, и мы начинаем. Так, еврик, еврик, последний раз, когда мы разбирали. Что-то я подзабыл, не посмотрел. Так, ориентировочно мы разбирали его где-то в июле. И предусматривали то, что у нас в рамках бычьего тренда будет у нас двигаться. Там пробой коррекции мы предусматривали давненько. Почему-то, мол, ничего себе, тут в июле аж даже. Тут коррекция отработана, всё, коридоры бычьи отработаны, цели 1, 10, 16, цели 11, 23 тоже отработаны. Так, давайте быстрее, всё, уберём. Так, вот это вот. Так, здесь. У нас будет старший таймфрейм, посмотрите, обязательно. Потому что у нас пробой вот этого. Его можно, кстати, сейчас ещё оставить. Чётко отрабатывал его раньше тоже вообще прям. Так, зелёненький у нас, он у нас старший таймфрейм. Вот, линей поддержки зелёненько. Синимкое может остаться у нас как отскок, как ретест. Так, зелёненьким, недельным у нас просто как расширение. Небольшое здесь, там намечено, потому что вообще он и проект наряжал. А, вот он вот с этой тенью, вот так вот он. Так, здесь мы проверим по центру. Да, по центру совпадает. И здесь тоже совпадает. Сейчас у нас, ну, хорошие условия. Это если вот до долгостройки смотреть, у еврика хорошее условие. Мы пробили сильную линию сопротивления. Очень хорошую такую. Потому что и доллар находится в медвежьем тренде. Еврик переходит в бычий тренд. То есть, кратковременная коррекция. Сейчас мы поговорим. А так, у еврика. А, ну вот тут, тут, смотрите, мы уже почти подошли. Сейчас вот так сделаем. Синюю, вон оставим пока еще и там, как ретест. Но вот красная у нас медвежья будет такая вот. А, что там смениваешь? Красная, так. А, я тут изменил, синюю. Синю куда поговорили. Так. Ну, тут, конечно, ситуация такая спорная. Потому что, ну, так по телам прижать. Ну, еврика ситуация. Тут вообще прям очень интересно. Насмотрим, смотрите, медвежий тренд, атаку глобально. Что-то у нас будет на январь. Мы вот предвидели события в Октябрьске. Вот с Ливаном столкновение с Израилем еще в мае этого года, в апреле. Говорил, что в начале октября, в конце сентября что-то произойдет. Какие-то... Вот у нас и происходит в мире. Здесь просто я смотрю, может, это тоже будет. Ну, тут уже на... Вот тут завершается треугольничек. Это у нас между красной длиней сопротивления и зелененькой поддержкой. Треугольничек. То есть там что-то... Ну, наконец, с января, февраля. Это середина. Там что-то ожидается. Еврики на 4 часа. Бесомненно, у нас пробилась сильная поддержка, которую удерживал еврик. А значит, у нас в ближайшее время падать будем. Вполне попробуем дойти до уровня поддержки синенькой. Она сейчас как-то будет являться поддержкой. И зелененькой поддержки. На младшином фреймах здесь у нас, в принципе, другие поддержки тоже пробиты. Значит, да, мы двигаемся вниз. Угу, угу. Здесь остановил рынок. И потом рынок у нас, видно, коррекцию такую сделал. Вот тут у нас по телам свечей. Почти что дошли до него. Интересно закономерить, почему я говорю по телам свечей. То, что мы наблюдаем. То, что если у нас мы находим какой-то серед ценовой уровень, рынок не всегда доходит до тени. К примеру, сам минимума, либо максимума, да, примерно тень. Мы порой доходим по телам свечей, где закрывалось у нас. Вот здесь у нас по телам свечей закрытие. И думаю, у нас что-то вот здесь в ближайшее время ждать. Что-то рынок у нас на уровне 0.93.57. Плюс у нас, видите, вот здесь по телам свечей сопротивление используется. Почти что дошли до него. Почти что его остановило. Ну вот такая линия поддержки остановила его. Вот здесь вполне коррекция, логична. Сложновато. То, что мы не смогли... Вот тенью мы протестировали линию поддержки, вот эту вот, бычью, укрепляющую, да. Внутри бычьего тренда мы находимся сейчас в импульсе, в оранжевом. На дневном графике. Чтобы падение продолжилось, нужен пробой. Ну, хотя бы... Ну, там, видите, даже линия поддержки оранжевой нужна. Чтобы рынок еще упал. Так что, ну... Я думаю, наверх все-таки. Потому что... До поддержки дошли, от него отскочили. И из-за этого может не дойти до ценного уровня 93.57. Может не дойти. Вот. Потому что там что-то он тут постреляет. Если тенью, может что-то и попробует. И коснется. И там больше ордеров откроется на покупки и стрельнет вверх. Вот. Чтобы нам понять этот верх, куда цена пойдет. Потому что мы привидели доллар, да, у нас падение на понедельник. И, значит, это укрепление еврика с высокой вероятностью. Они параллельно, чтобы шли вдвоем. Ну, очень редко такие ситуации бывали. Просмотрел много графиков на рынке. Ну, бывает такая картина. То, что еврик и индекс доллары прям параллельно друг к другу. Покажу вот, например. Так. А, не-не-не. У меня для учеников осталось. У меня вот здесь есть вот... Когда с золотом они параллельно идут. Прямо неделями там бывает. Не-не-не. С евриком у меня там... Ну, да, 300, так 150 пипсов. Было такое, что параллельно шли они. Технические вот такие условия были. Если интересно, напишите в личку, я отправлю. Либо на следующем эфире скажите, например. Я подготовлю и скину, если что, покажу. Так. Для роста у нас голова и плечи перевернуты. Классный вариант. То, что у нас звоночек такой на укрепление будет. Вполне себе. Оранжевая у нас, напоминаю линия. Это у нас бычая. Не путайтесь. Так что, в принципе, вот у нас на рост уже 98-15 если прорывается. Там даже на 30 минутки. Растем до линии сопротивления красной. У нас есть ориентир. Вот, пересетку не взял, Фибоначо. То есть, у нас от самого максимума до самого минимума. Вот так вот. А, там 38,2 находит. Извинение повыше, повыше. Уровень надо выше 38,2 брать. И там уже, вот мы пойдем вверх. Там, кстати, можно 15 минут, даже это 5 минут, это таймфрейм посмотреть. Да, да. Пятиминутку вот на еврике. Там уровень 50 Фибоначо, он же 99,38 и 61,8. То есть, вот у нас на 10000 ровно, 10000 40. То есть, там еще вполне рынок у нас после пробоя будет двигаться в эту сторону. То есть, у нас так, 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 так. Вполне отработается. Вот падение, которое мы видим, да, 99,357. Там, если пробой будет, мы на линии поддержки, то, что трататься будем, торговать крайне рискованно. Но, по факту, вот оно и отработается у нас. Пробив с 95,13, там попробуем закрепиться с 93,57. Там линия поддержки вполне ее отскок на укрепление. Мне так вот подсказывает ситуацию. Вот. Потом вот у нас в случае, если цена у нас проявит эту красную линию сопротивления, да, у нас еврик укрепляться будет. Вот там нужен пробой на часовом таймфрейме. То есть, у нас вот здесь область, у нас вот такая поддержка. Это 10,366. Если прорывается, то это хороший обычный сигнал. У нас и сопротивление будет пробито, и максимум, который у нас не смог пробиться у нас в пятницу. Мы посмотрим в истории, как с ним работало. О, да. Смотрите. Четко прям вот рынок рос. Тело свечи здесь закрывалось, разворачивалось. Когда происходил пробивание, рынок делал ретест, подтверждает осилу уровня и двигался у нас выше. То есть, вот у нас прям лесенкой стоит ждать рост. У нас вот он 108,36. Сразу же интерес будет рынка. Там, если мы прорываем по теням, вот здесь новый коридор сделаем. 10,870. Цель у нас. 11,289. Смотрим вот это движение. Так, в наше время, значит, возвращаемся и увидим такой вот коридор. Так, если у нас… Ну, там, по сути, он на бычку, он пойдет к красному линию сопротивления уже. Там уже вполне тесты уже будет, в дальнейшем, например, рост будет тестироваться. Это вот у нас максимум там 11,875. Я думаю, там вот ключевая борьба будет у нас на рынке уже. Так что это вполне у нас тоже достижим. Ну, вот рост еврика мне очень привлекательен, потому что здесь прям все хорошо сейчас выглядит. Чисто вот подождать пробития, выхода из красненького коррекционного коридора. И вполне себе движемся на укрепление. Там, бум, уже расти в этой ситуации. Так, ну, в принципе, что еще можно здесь предвидеть? Ну, есть, конечно, нюансы. Сейчас я сейчас покажу, проверю. Да, у нас есть вот этот максимум, который был 25 сентября. Возьмем от него и проведем вот так вот. Линия сопротивления, где вот будет цена двигаться, с ней поаккуратнее надо быть, потому что коснется линия сопротивления, надо фиксировать прибыль, будет обязательно. Рынок от нее может, пух, полететь, и так неплохо. Так что вот ее себе ставим обязательно на графике, не забываем про нее. Это такой треугольник вполне, рынок у нас может попасть. Здесь, здесь, где, здесь. Ну, что-то вот на 11 ноября что-то будем там уже ждать, смотреть, как рынок себя поведет. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Желаю вам успехов в торговле. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети. Обратите внимание на мой телеграм-канал, потому что там в течение недели предоставляются еще дополнительные точки входа в рынок, ну и отличные уведомления перед важными экономическими событиями. Так что не обязательно вы их никогда не пропустите. Ну что же, всем тейк профита. До встречи. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...